Ууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууу Кто пойдет? Здравствуйте, потом меня полиция сбит на рыбалку. Словили? Вас? Ну так, если вы рыбалка, значит словили? Наверное, да. Ну если так, шутку. Ну что сказать? Я нарушил, документов у меня нет. Вот. И что, будем ехать в райотдел сразу? Ну поехали. С нами поехали. Ну проследуй за вами. За нами проследуйте? Да. Вас Александр задает, да? Можно к вам обращаться, Александр? Да? Александр, вот смотрите. Хотя я же не спорю. Мы сразу едем оформлять. Честно, я вам скажу, я вот не пойму, вот чем вы вот занимаетесь. Ну я понимаю. Вам надо понимать. Сейчас, одну секундочку. Я говорю, мы взрослые люди, да? Нет, стойте, стойте, секунду. Давайте по сути. Мы взрослые люди. Мы взрослые, мы по сути нарушения. Я вам по сути, я вам и отвечаю. Это не по сути. Ваша задача не понимать, чем занимаюсь я. Ваша задача понимать, чем занимаетесь вы. Это есть главное. А мы, обычные люди. Вот я сейчас хочу обеспечить безопасность дорожного движения. Обеспечить. Я вам препятствую. Я чем препятствую? Вы мне препятствуете тем, что вы занимаетесь какими-то провокациями. Да это мое личное дело. Оно как вас касается. Вы сотрудник полиции. Вы занимаетесь обеспечением, как вы правильно заметили, дорожного движения. Занимаетесь. Чем занимаюсь я? Это моя личная задача и мои личные проблемы. Почему вы решили, что вы можете судить? Ваши личные проблемы. Я вас понимаю прекрасно. Ну как мы можем заниматься, как вы говорите, как полиция своими делами, если мы будем по несколько часов заниматься вот такими провокациями. Ну как мы можем заниматься нашей работой? Вы все сказали? Я слушаю вас. Ну вы закончили? Я не буду перебивать. Закончили? Вы уже тем, что вы спрашиваете, закончил я или нет, вы меня перебиваете. Продолжайте. Я уже все сказал. Вы сказали все. Теперь я могу сказать. Конечно. Вот я еду с утра на работу. Я вижу каждое утро, как вы или подобный патруль стоит там и вместо того, что патрулируют, тупо высекает, кто будет поворачивать. Как мне вас не спровоцировать? Сейчас, одну секунду. Я вам сразу отвечу. Смотрите, вот время 8.41. Мне пришло задание из-за того, что вы можете оценить, насколько этот планшет читабельный. Я остановился, чтобы просто его посмотреть. Я не стоял там, никого не ждал. Тем более, там стоит знак 3.34. То есть, мы там останавливаться, по идее, вообще без маяков не можем. Так вот, о чем я говорю. А вы стояли без маяков. Мы стояли не для того, чтобы кого... Без маяков. Но с нарушением. Кого вы провоцировали? Меня? Зачем вы меня провоцировали? Я никого не провоцировал. Секундочку. Ну, вы сходите из того, что я... Я вам показываю, что вот мне пришло. 8.48. Но я не против. Вот вы меня сами перебиваете. Вот я еду, я вижу нарушение полиции. Вы стоите там, где нельзя, без маяков. И вы еще говорите, что я кого-то провоцирую. Вы стояли с маяковом. Без. Но дело не в этом даже. Сы, без. Моя задача простая. Я делаю то, что вкладывается в рамки закона. Вы наказываете полиции меня, если я что-то нарушил. Все. Вас никто не провоцирует. Ваша задача проста. Увидели нарушителя, наказали. Кто он? Там, Саша, Вася, Петя. Не важно. Наша первоначальная задача, это предотвратить нарушение. Ну и как вы его предотвратили? Тем, что вы стояли с нарушением. Те, что даже мы там стояли, это уже превентивная деятельность. Она помогла в данном случае? Ну, кроме вас никто не поехал. Значит, помогла. Не помогла. Вы единственный с ряда, со второго поехали. Да наказываете меня, в чем проблема? Смотрите, мы остановились, у меня инвентаризации нет. Так а зачем вы там стоите? Нет у меня доказов для оформления материала. Так я их не отрицаю. Я же не отрицаю? Нету. Давайте документы. Так на основании чего? На основании чего? На основании чего? Документы давай. И как я их дам, если у меня их нету? Рыбалка, вы должны понять. Вот вы говорите, я не понимаю, чем вы занимаетесь. Я вам объясню, чем я занимаюсь. Я занимаюсь тем, чтобы полиция моя была профессиональная. Профессиональная. Ребята не боялись составлять постановления на таких, как я, на любых других. Получается, что вы кого-то увидели. Я не боюсь на вас постановления. Так давайте действовать по процедуре. Я просто знаю, что вы нарушаете не за того, что вы невнимательны, либо не знаете правила дорожного движения. Вы нарушаете, чтобы меня провоцировали. Специально я нарушил. А я вот, смотрите, я получил задание, я ответственный за человека, который у меня просит помощи. Так станьте. Я не могу сейчас с вами терять время. Встаньте без нарушения. Мы сейчас из одного какую-то другую. Встаньте без нарушения. Вы начните с себя. Встаньте без нарушения. Мы примем ваши пожелания. Ну вот вы скажите, вы меня спровоцировали, не я вас. Я вижу, что патруль стоит, как старые яичники, косит в неположенном месте. Ну как мне вас не научить работать? Как? Я же вам объясняю. Мы не косили. Мы остановились, мне нужно прочитать задание. Я вам показал, что я вас не обманываю. Я вам объясняю. Не я вас провоцировал, а вы меня провоцировали. Тем, что вы стояли и нарушали. Научитесь не нарушать, научитесь нормально работать, никто вас не будет трогать. Ребята, ну правда. Ну не стоит цель вас задолбать. Всем не угодишь. Просто всего-навсего надо соблюдать правила дорожного движения. Все, что надо делать и все. Согласны? Согласна. Лично то, что вы сейчас сказали, ко мне вообще никак не относится. За рулем я не сидел. Не, ну кто-то. Я же не знаю кто. Водитель. Ну а если вы не сидели, вы видели, что ваш напарник нарушал. Не надо ему делать его нарушение? Мой напарник стоял на проблесковом маяке. Ну вы так считаете? Ну хорошо. Стоял на проблесковом маяке с нарушением. Мы вообще были заняты. Чего вы на это ехали? Мы ехали на вызов. Еще раз вам показывали. Вот смотрите. Ну хорошо. 23 августа. Я не против. Что мы делаем? Ну что, вы едете дальше и мы едем на вызов. Работать, заниматься полицейскими вопросами. Понимаете? Вот этой темой мы сейчас занимаемся, но это вообще к полиции не относится. Никак. Если у вас есть пожелания, либо какие-то, вы считаете, что полиция непрофессиональная, обращайтесь в управление. Слушайте, да, знаешь, как раз я обращаюсь в управление? Потому что даже если я обращаюсь к начальству, мне начальство говорит, если тебе что-то не нравится, за забором очень много людей, которые ждут твое место. А как зовут вашего руководителя, который так сказал? Можно узнать? Нет. Ну почему? Это наша была конфиденциальная с ним беседа. Так вы только что рассказали всем эту беседу. Вы расскажите, как его зовут, я приеду, пусть он мне это в лицо скажет. И расскажет людям, другим. Если вы приходите к своему руководству и делаете замечание на то, что у вас есть проблемы в работе, его задача, как руководителя, на это отреагировать, а не послать вас за забор. И если есть такой дебил на работе, вы скажите, как его зовут. Я прежде всего начинаю с себя. Так вот, начните с себя. Если видите, что вы нарушаете, не нарушаете, вот и все. И к вам не будет претензий. Мы же ходим по кругу, я вам объяснил, что у нас конкретно нарушения не было. Ну это вы так считаете. Тогда хорошо, ребята. У меня конкретно нарушения не было. У вас есть другие данные по этому поводу? Нет. Просто о чем не останавливаете без нарушений? Смотрите, я зафиксировал визуально, посмотрел камеру, камерой не писал. Все. Поэтому согласно 251 доказе у меня нет. У меня нет. Ну хорошо. У меня документов нет, я нарушил. Что делаем? Мы ходим опять по кругу. Вы едете дальше, мы едем на задание. Потому что я не могу тратить время постоянно на вот эти разводы. Вы давно уже уехали. Я вас не задерживаю. Всего вам хорошего.